Теперь Сирия. В последние несколько часов командование в Дамаске сообщает о масштабном наступлении на позиции группировки «Исламское государство» сразу по нескольким направлениям. Армия активизировала действия благодаря поддержке российской авиации, которая точными ударами лишила террористов значительной части оружия и техники. Наземную операцию сирийцы проводят в южном и центральном регионах страны. Десятки зданий отбиты в пригородах Дамаска. Оттуда игиловцы обстреливали столицу. Совсем рядом с линией фронта работала наша съемочная группа. Коллеги оказались под огнем, но не пострадали. И вот их репортаж. В машине, которая нас сопровождает, за рулем сидит полицейский, а не военный. Эта территория уже зачищена от террористов. На улицах развешаны сирийские национальные флаги и портреты президента Асада. Здесь обстановка нормальная, но мы приближаемся к линии фронта. Ну вот, собственно, мы и въехали сейчас в боевую зону. Только что был обстрелян дом в 15 метрах от нас. Здесь. Ага. И вот они, танки. Позиции сирийской армии начинаются здесь. Совершенно неожиданно. Обстрел из минометов раз в пять минут. Ощущение такое, что боекомплект у террористов неисчерпаем. Обстрел был короткий за это время. Мы, наверное, успеем перейти к другому подъезду. Один из последних этажей заполнен людьми в форме. В узких коридорах протиснуться тяжело. Обстановка боевая. Звуки разрывов заставляют говорить громче обычного. Вот за этим окном, буквально 150 метров от него, я даже слышу, как работает крупнокалиберный пулемет, находится позиция террористов. Здесь штаб. Окна, ну, фактически обзорные, с видом. Если бы снаряды не разрывались рядом с нашим зданием, можно было бы подумать, что мы наблюдаем за учениями. На самом деле в кадре настоящая война. Вы видите, как из боя, отстреливаясь, выходит танк сирийской армии. На этом пятачке зажато порядка 300 террористов. Они хорошо окопались и оказывают активное сопротивление. Там, в 500 метрах от нас, вся земля, каждый дом нашпигованы взрывными устройствами. Командир разведроты высыпает на пол трофея. Обезвреженные мины разного калибра. На дистанционных устройствах американского типа клеймер стоит фирменное клеймо «Ан-Нусра». Название одного из отделений террористической организации Аль-Каида. Еще одно доказательство тому, что в Сирии сейчас воюют террористы со всего мира. В первой атаке на наши позиции несколько дней назад участвовало больше тысячи бандитов. Нам удалось уничтожить многих. Видно, что террористы собрали все оставшиеся силы. Они понимают, что это последний шанс. Поэтому и ведут такой активный обстрел. Но это им не поможет. Простых сирийских солдат на поле боя сейчас нет. Людей берегут, в атаку идти опасно. Работают только группы спецназа. Они обнаруживают огневые точки противника, уничтожают их или сообщают координаты артиллеристам. Даже в таком аду им удается взять противника в плен и под постоянным обстрелом доставить его в штаб. Это редчайший случай, когда удается снять пленного террориста. Сейчас он наблюдает, как обстреливают его позиции сирийская армия, позиции его друзей-бандитов. И корректирует огонь, помогает сирийской артиллерии наносить удары точно. Вот этот человек в майке. Его зовут Есин Мустафа Рамадан. Сначала говорил, что рядовой, что заставили. Потом признался, что возглавлял отряд в 500 человек. Большинство его людей за три дня были уничтожены. В плен его взяли в бою. Я хотел вас спросить, вы же не простой солдат, вы же командир. А почему вы вели своих людей на уничтожение мирного населения здесь, в этом сирийском городе? Это был приказ свыше, так говорил наш лидер. Он говорил, кого убивать, куда стрелять, что взрывать. Это большой человек в армии ислама. Его зовут Абу Маруф. Еще он известен как Абу Адас. Он шейх. Очень богатый и влиятельный человек. Пленный террорист рассказал, что в месяц получал 15 тысяч. Это чуть меньше 50 долларов США. За эти деньги он был готов выполнять любые приказы вышестоящего начальства. Признался, что верил в скорую победу так называемого исламского государства. Когда мы записывали интервью, над нами прошел бомбардировщик сирийских ВВС и нанес точные удары по позициям бандитов. После этого они долго не вели ответный огонь. Если они приходят к нам с поднятыми руками, мы их не убиваем, самосуд не устраиваем. Этот пленный предстанет перед судом. С командиром ополчения мы говорили во время очередного затишья. Длилось оно меньше часа, но неожиданно террористы возобновили огонь. Мы стояли на балконе, писали интервью. Было затишье. Совершенно неожиданно прилетели две мины. У нас один раненый получил, но правда осколком от бетона, который откололся с балкона. Переводчику Мазину первую помощь оказали. Надеемся, проблем не будет. А вот офицера, с которым мы говорили, отвезли в больницу. Осколки от мины засели слишком глубоко. Обстрел тем временем усилился. В короткой паузе мы смогли выбежать во двор к машине, но колеса пробиты в бензобаке дыра. С линии фронта нас вывозили военные. Доставив нас в безопасное место в двух километрах от зоны боев, они вернулись назад. Новый автомобиль из Дамаска смог прорваться к нам через несколько часов. Сергей Зянин, Алексей Шишкин, Игорь Львов. Первый канал. Сирия.